И в завершении выпуска выставку уникальных кукол. Ручной работой открылась в социально-гуманитарном колледже. Мероприятие проходит в рамках недели эстетикем среди экспонатов работы студентов специальности дизайн и работников колледжа. Ежедневные экскурсии для желающих по выставке проводят студенты и преподаватели учебного заведения. На одной из них побывал наш корреспондент. Куклы, представленные на выставке, сделаны руками студентов-дизайнеров. В среднем на изготовление такого экспоната уходит около двух недель. Парча – красивый рипсовый платок, тёплый платок сверху, потому что она одета в тёплую шубку, старинную шубку, сделанную из старого материала, из плюша старого. И, конечно, богатая, одета в праздничный усть-силёмский костюм. Старинные материи, из которых шиты костюмы из-за кромов студентов. А, например, раритетный плюш – списанная накидка, закрывавшая некогда рояль в колледже. Надо подобрать материал, надо какой-то образ создать, с чем будет эта кукла. А ещё есть, ещё надо и валеночки, например, сделать. Валеночки-то ведь не просто так взял и купил, они сами их делают. Вот этот каждый валеночек, надо вот скатать его. Значит, образ вот такого молодого парня, который сходил, вот такой вот топорик ещё надо сделать. Тканевые куклы, игрушки из фомирана, вязаные и чердачные. Среди экспонатов есть работы, сделанные и преподавателями колледжа. Директор СГК Галина Назарова в свободное от работы время творит настоящие чудеса в технике фом-арт. Я очень увлекаюсь ею. Это материал, пластичная замша. Но меня интересуют, конечно, этнические мотивы. И поэтому вот эта работа как бы характеризует нашего, моего земляка. Вот в старые времена, когда охотник ходил на нерпу, добывал нерпу и вот таким образом тащил её в селение. Семиклассница Вероника Карпова пришла на выставку в мире эстетики вместе со своим классом. Говорит, раньше увлекалась рукоделием. Сейчас не хватает времени. Но работы, представленные здесь, вдохновляют на творчество. Мне очень понравилось, потому что достаточно было интересно наблюдать и, в принципе, слушать. Были очень красивые работы, которые нам показали. Мы много услышали полезной информации. Может, кто-то даже определился с своей новой профессией. Не новой, а будущей. Ну, как минимум, одна девочка уже заинтересовалась. Действительно, одна из задач этих экскурсий – профессиональная ориентация. В колледже обучаются студенты сразу по нескольким творческим специальностям. Посетительница выставки Лиза Нагатысая планирует стать дизайнером. Ну, мне очень понравилось, потому что я тоже люблю рисовать и шить. Мне очень нравится творчество, потому что это очень интересно. И когда дома скучно, можно просто посидеть что-нибудь, пошить, повышивать. Это занимает мало времени, но очень интересно. Кроме того, в выставочном зале колледжа представлены художественные работы будущих педагогов и студентов, специализирующихся на графическом дизайне. Ольга Руссул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...